Белая смерть, болезнь века, рак воли, вирус безжалостный и беспощадно забирающий человеческие жизни – проблема острая для мира, но, к счастью, уже не такая злободневная для Бреста. По словам специалистов, в нашем городе тенденции роста употребления наркотиков нет. Наоборот, наркомания пошла на спад. Однако проблема все же остается актуальной. Специалисты продолжают быть на чеку. Благодаря новым директивным документам, декрету номер 6, закону о психоактивных веществах, удалось остановить рост и даже стабилизировать. Если в 2014-2015 году был резкий рост этих всех спайсов, синтетических наркотиков, то сейчас это все уменьшилось, стабилизировалось. Стабилизировалось, ну и опять вышли на первое место старые недобрые наркотики опиоидного ряда. Нет омоложения наркоманов. В основном те, кто потреблял, те и потребляют. Все-таки работа была проделана, информационная, милиция очень многое сделала для того, чтобы ситуацию стабилизировать. И уже молодежь информирована о том, о последствиях и самое интересное – о наказании. А сроки за распространение и употребление также безжалостны к человеку, как и сами наркотики. И во многом именно боязнь наказания сдерживает и от употребления, и от распространения. Но юношескому максимализму все ни по чем, а потому в зоне особого риска остаются подростки. Поэтому профилактика должна быть предельно жесткая, как говорится, на грани фола. Проблема наркопотребления характерна больше и более актуальна для молодежной среды. Согласно проведенным республиканским социологическим исследованиям, именно возле старших 16 лет приходится основной удар вот этого наркобизнеса. Поэтому мы решили проводить сегодня круглый стол на базе университета, того места, где реализуется социальный проект «Здоровое поколение» и присутствие детей для того, чтобы они в большей степени прониклись значимостью этой проблемы и могли донести полученные знания до своих друзей. Такие мероприятия не являются именно просветительского характера, для того, чтобы молодежь задумывалась о последствиях своего поведения. А то, что бороться с зависимым поведением довольно-таки сложно. И надо начинать это именно с молодого возраста. И сейчас у нас присутствует такая аудитория. У нас и проект, наш социальный проект «Здоровое поколение», он направлен на студентов именно первого курса. Сегодня около 1 тысячи человек состоят на учете в Брестском областном наркологическом диспансере. Наркомания сегодня – проблема не столько медицинская, сколько социальная. Согласно проведенному социологическому исследованию, в Беларуси пробовали наркотические вещества почти 5% опрошенных. Причины вовлечения в опасное дело в основном следующие – влияние компании, избыток свободного времени, неразрешимые проблемы в семье, а также бытующий миф о крутости наркотиков. А потому и взрослым, и детям следует быть всегда во всеоружии, чтобы предотвратить возможную беду. Ведь нет ничего круче, чем быть здоровым.